Добро пожаловать на вторую карту матча Немига и Бейт. Бейты показали очень уверенную доту. Является аутсайдером, по мнению JJBet, забирают карту с разгромом. Например, Дэнди ни разу не умер и сделал, по-моему, больше 10 фрагов за карту. Много ассистов. В общем, команда Бейт последние три матча удивляют. И начало драфта уже многообещающее. Keeper of the Light, White Spirit. Ответ Shadow Demon и Пангольер. Я прошу заметить, что Бейты, и в частности Дэнди, не боятся этого Пангольера. То есть он спокойно его отдает. Что на предыдущей карте, что на этой. Просто я вспоминаю немало игр, где команды такие, блин, лучше не будем, знаешь, париться. Просто этого Пангольера на первой стадии уберем. Черт с ним. Оставим он мне Найта в пуле. Но Пангольера уберем. Бейты думают иначе. Но пока это сработало, да. Айнкрат проиграл прошлую карту. И никак его сигнатурный Пангольер не помог. Может быть, как раз если ребята могли бы переставить линии, да, и Пангольера сделать тройку, вот как ты предлагал, и как-то мид поменять, а не гнуть свою линию до конца, то, может быть, все было бы и по-другому. Но как есть. Да, там им просто Клинкза отдали, имеется в виду Бейтам, и они решили, ну, не будем тратить там бан на Пангольера, пускай враг думает, типа, что, ну, типа, забанить там Клинкза. Ну, короче, просто так получилось, что они разменялись Пангольером на Клинкза, и, как бы, ребятам с Бейт, естественно, это больше нравится. Ну, блин, Клинкс — это слишком хороший герой сейчас, чтобы его игнорировать. То есть его нельзя отдавать врагу. Вот мы предыдущую игру с тобой комментировали, и там Клинкса разорвал просто в клочья. Вот, но там разница между командами была довольно большая, да. И вот, пожалуйста, еще одна игра, где Клинкс снова, как бы, уничтожает. Причем, как бы, здесь уже уровень игры, он такой, как бы, близкий, да. То есть нельзя сказать, что Бейты прям на голову выше, чем Немига играют. Нет, это команда примерно одного и того же уровня, просто у Бейтов и Драфт был получше. Ну, и плюс они, наверное, на кураже в данный момент, да, поэтому у них более-менее игра идет неплохо. Так, тут появляется Никс у Немиги. Вот такой вот выбор хороший против кипера, в общем-то, да и против Войт Спирита вроде как тоже. Считается, что неплохой персонаж. Ладно, Немига уже набрали, как бы, по саппорту на сайдлинии и взяли еще в мид Пангольера. То есть все, вот у них, очевидно, что Войт Спирит будет с Пангольером стоять на миде. То есть тут и одна, и другая команда, они видят, с чем они, с чем их мидеры будут работать, грубо говоря. Бейтом можно сейчас, ну, я не знаю, кстати, вот. Может быть, какого-то героя контрящего Пангольера забрать, например, Гримстроука. Сейчас Пангольер очень популярный герой, но Гримстроука почти никто не пикает, потому что... Ага, понятно, берут ребята Андайнга, но, значит, они снова хотят какого-то милишного... Милишного, 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 милиш... О, извините, пожалуйста, не милишного, конечно же, ранжового кэри. Учитывая, что Клинкс забанен, мы сразу о ком думаем? Думаем про Дровку, думаем про Медузу. Может быть, ТБ. Вот, но как-то что-то ТБ не особо хочется против Шедоу Демона, да? Медузу против Никса Шедоу Демона что-то не особо хочется. Я сразу про Дровку думаю. Вот, но вообще далеко... А, может Герокоптер еще, кстати. Кстати. Вот, Герокоптер тоже может появиться. Хороший будет выбор здесь. Может быть, это вообще Котл позиция 3. Вообще не факт, что это четверка. Может быть, они отдадут его на третью позицию. Сейчас доберут какую-то четверку с ним милишную. Типа Клока Братрума. Ну вот, и вроде бы как и Клок и Братрума такие герои, которые, ну и Никсу и Шедоу Демона вроде как мешают, насколько я знаю. Братрум вообще еще Пангальера так слегка подкантривает. Тем, что может ультануть в него, когда он катается. Но все-таки решили не... Ну, это не изобретение велосипеда. Котл на 3 сейчас вполне нормальная практика. Но решили, что Котл лучше будет четверкой. Тоже будет бегать, стакать. Взяли Тайда на тройку, чтобы тот хорошо, уверенно себя чувствовал. Ну и учитывая, что у нас... Что вообще есть такого, что против Тайда может работать? Есть Манкикинг? А, Манкикинга нет. Медуза в итоге Немига забирает сами. Можно было бы сказать, что это в какой-то степени воровство. Потому что, ну, опять-таки, когда ты имеешь на руках Андаинга позиции 5, то тебе как раз хочется что-то типа такого пикнуть. Но, повторюсь, играть Медузой против Никса, против Шедоу Демона, что-то как-то не очень хочется. И бейты его в любом случае не брали, но Немига забрали себе. Ну, мне кажется, не брали бы. И я бы на месте Немиги сейчас убрал бы двух персонажей. Это Террор Блейд и Дроу Рейнджер. И у них тогда, как бы, будет весьма уверенный драфт. Они доберут еще что-то на позицию 3. Что-то такое, что может стоять. Возможно, кстати, какого-нибудь Тимбера вообще. У них вообще, кстати, ласт пик, если что. Но банят ПЛа. Не знаю, мне кажется, что для ПЛа-то могла игра получиться такая. И не самая, хотя нормально. Что-то про спейсит. Водит Спирит Тейдхантер про спейсит ПЛ по фарме. Тем более, это такой сигнатурный герой Ватсона. Может, Нага какая-то еще из вариантов. Нага? Ну, что-то мне как-то вообще Нага не нравится. Не знаю. Ты по Гольеру можешь сеточки держать. С Аганимом когда? Ну, это так, если прям фантазировать. Ну, мне кажется, сейчас тут будет какой-то... А, ну, Дарксир тут. ТБ, Нага... Чего ж Дарксира-то банили? Да, тут что-то вот такое. Короче, ТБ, а Дроу Рейнджер, вот я говорю, вот два варианта. Мне кажется, Немиге надо забанить дровку и оставить врагу Террор Блейда. Вот, и в таком случае, ну, как бы Террор Блейда подкантривает ШД. Там дровку как бы ШД, не сказать, что прям как-то сильно подкантривает, они делают наоборот. Тогда я не знаю, что вообще. О чем речь? Тут еще гира, кстати, есть. Вот гира, дровка. Вот варианты, которые бейт, мне кажется, должны устраивать в данный момент. Что-то я хотел посмотреть, что там на ОГА Пите происходит, и забыл совсем в перерыве. Что там за матч-то вообще сейчас играется? Какая разница, что на ОГА Дота Пите, когда у нас играет Дэнди и команда Бейт? Я не совсем понимаю. У нас предпоследняя. Да нет, просто интересно, что параллельно происходит. Не, не то, чтобы... Просто я думаю, ты сказал, что первее мы закончим или после. Я просто думаю, что есть смысл сейчас досмотреть эту игру, набрать теплую ванну, зафигачить туда какой-нибудь пены, заварить чаю вкусного и прям лечь туда и смотреть ОГА Пит. А ты один там будешь? Ну, хочешь, приходи. Да подумай. Да, там еще одна игра будет, точно. Там Тундра и СЖ еще будут играть. Ну, блин, мне кажется, что это просто такой матч, типа Тундра и... Мне кажется, они их размотают. Мне кажется, опять Тундра просто будет выигрывать этот турнир, как коллектив, который оказался вне Интернешнала. Они максимально мотивированы сейчас это выигрывать, поэтому повторюсь. Мне кажется, что... Что они должны быть там сильными. Так, а у нас тут, кстати, пик Арквардена. Такой внезапный. Про который я вообще, честно говоря, забыл. Я как-то Арквардена не имею в виду сейчас практически никогда. Но да, пик Арквардена — это интересно. Тут появляется Бэтрайдер. И пик Бэтрайдера, кстати говоря, очень крутой. Он должен хорошо себя чувствовать. Против или нет? Или наоборот. Слушай, не знаю. Вообще на сайте... Против кого? Против Тайдер? Против Арквардена. Против Арквардена. То есть они должны стоять на линии, и там вообще можно убивать, мне кажется, даже. На длинной линии Бэтрайдер, мне кажется, должен быть сильнее. А вот на миде я видел, как один раз Бэтрайдер три раза умер и ливнул. Но это было у меня в игре. Ну, там, как бы, наверное, нельзя судить. Ну, вот по такому. Потому что там уровень игры очень-очень низкий. По сравнению с тем, что мы здесь даже смотрим. Ну, ладно, не очень-очень низкий, а очень низкий. Вот так вот. Такая вот градация, но тем не менее. Как бы можешь там как-то через замедление на Арквардена, не знаешь, там, типа, прокастовать на Бэтрайдера, чтобы он не долетел. Пока он до тебя летит, ты его там тыкаешь, 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 тыкаешь. И вот он до тебя не долетает, и ты его сможешь на Арквардене убить. Вот. Если такое возможно, то тогда Аркварден выстоит. А в противном случае просто Бэтрайдер там настакает 4-5 масла ему и полетит на него. Ну, либо просто крипам ты не подойдешь на Арквардене. Ну ладно, тут у нас, судя по всему, намечается такая супер-пупер лейтовая дота. И осталось сказать коэффициенты от GGB на матче 1.37 бейт и почти 3 на команду Немига. Мы поняли, что бейты не аутсайдера, бейт в этом матче не слабее. Я бы сказал, что в целом, скорее поверю, что команда сейчас играет примерно на одном уровне, Ани, Мига, в общем-то, пока все еще в тройке, лучшая команда D20L на 6 сентября. Не так много дней остается группового этапа, совсем скоро начнется плей-офф. Ну и пока есть только одна команда, такая прям очевидная мощная, это VGaming, которые идут со счетом 7-0. В 2 карты они только проиграли, так что с большой вероятностью мы увидим их по итогу на первом месте. И в плей-оффе они будут встречаться с самой слабой командой. Виннарах. Все, погнали. Немига бейт, Аркварден появился, не самый частый гость ЦМа. Но вот про этого героя мы все же забываем время от времени, и вот он заходит. Заходит, как Форс уже сказал, герой, которому нужно время, который минуток 30 точно готов карту пропылесосить. И только потом он уже готов подключаться активно. Да, мы понимаем, до 30-й минуты еще нередко этот Аркварден, он старается вообще в драках не присутствовать. Активным героем постоянно подходит клон. Ну, у Немиги с другой стороны есть Медуза. Там. Грозное оружие. Я так смотрю, достаточно у Медузы комфортная эта линия. Тоже выйдет на... Кто выйдет на гору, умер. Все, это факт. Главное бы... Ох, тут со всех сторон. Посмотрите, как не... Близки, давайте мы по-вижу, но посмотрим, что к чему. Дэнди, прошло рядом. Ох, как Дэнди, как же, ну, волоски тут от смерти. Да, очень интересная позиция. Но никакого нападения. Нига, не спешат. Патсон. Замечен. Орех в Никс Ассасина. Понимает, Никс, что где-то тут стоит вард. Предполагает, что просто на горе. Оп, руна задана Айна. В итоге три руны только оказываются на карте использованы. И эти три руны в итоге по итогу Бейта забирают две. И Мига забирает одну. Ну, Никс Ассасин вард поломал. То есть, орех получил, но зато заработал 100 золотишка. Приятно. Так, андаинг дает соло декей. Три стака поезона. Ну, слушай, похоже, это ФБ. Пятый стак и цветули. Надо еще потыкать его немного. Хотя 300 хп убьет. Да. Ну, да. Там еще тычка долетела. Оп, все четко. Минус андаинг. Отомстили за вард. Шадоу Демон сразу закупает. Там стики, манго, варды. Все, что можно. Никс Ассасин просто динается. Постановить ресурсы. Нужно. Медуза пока снизу одна. Ну, в общем, как и для Медузы здесь. Я не могу сказать, что какая-то прям тяжелая линия намечается. Должна фармить. Так и для Тайтхантера. В общем-то, стой. Сейчас колечко купит. И можно кайфовать. Кипер взялает. Естественно, должен заниматься стаками. Стаки эншентов и большой лагерь спокойно выфармит. И Тайтхантера через 6-7 минут это сделает Тайт 4-ми якорьком. Из-за своих проблем. Так что, да, в этом плане удобно. Когда у тебя есть герой, который может стакать. И он зафармит это быстро. То есть не будет такого, что там противник придет и зафармит это раньше. А ты это сделать физически не можешь. Ну и за Тентхантера следим пристально. На прошлой карте эта линия была важная. Ведь помним, что именно Шторм там по карте потом летал и убивал. Да, Бэтрайдер на центре против Войт Спирита. В принципе, Бангольер не сильно бы хуже простоял. Против Войт Спирита, как мне кажется. Но зато Бангольер имел шанс на доминацию в топе. А вот как на Бэтрайдер имел шанс на доминацию в топе. А как на Бангольере в топе лайнить вот это вот, то, что сейчас против него, я, честно говоря, теряюсь в догадках. Но пока вроде что-то более-менее там вырисовывается. Как-то Бангольер клипочков добивает. Правда, все ресурсы потерял. Надо себе еще доносить. Всякое разное. Дэнди стаков там напалом-то наловил. Надо поосторожнее быть. У него есть, если что, диссимилейт. Но от Бэтрайдера сильно далеко ты не убежишь. Особенно, когда у него тапок появится, да? Ремнант еще можно поставить, закрыться. То есть выиграть время, пока там герой авк стоит на месте. Дэнди вроде пока все контролит. Крипов добито. 14? У Бэтрайдера 8. И это, как я понимаю, лесных еще не фармил. Дэнди там стаки сделаны на маленьком лагере. Это все не зафармлено. Но круто. Круто. Вся разница в уроне, конечно, Бэтрайдера и Этспирит, она ощутима. И Этспиритом подойти крипово ударить. Бэтрайдеру еще надо замахнуться, чтобы удар долетел. Такая там анимация тоже на любитель. Тайд с колечком. Реген без танго активировано. Просто 10 точка воль. Тарасить Дикс Ассасин не может. Но это снова пятерка Дикс Ассасин, который против Keeper of the Light шикарен будет. По игре шикарен, но против Тайда это просто ужас бесполезный. Так. Мешает делать Дикс Ассасин стаки. Ох, Кипер of the Light. Хорош! Вы посмотрите, что творит-то. Он элиминейтом задувает эншентов, а не агрится. И в итоге там делается стак. И по-моему Дикс Ассасин даже это не заметил. Красота. ТСА прям все четко делает. Он максимум из этой ситуации извлек. Лучше просто не сделает. Там какая-то погоня за Пангольером. Пангольер упрыгивает. И Дэнди пока прощает. Но не прощает. Ватсон, по всей видимости, есть. Флюкс. Подходит Шедоу Демон поближе. С Флюксом ребята работают на ура. Ну и Ватсона, естественно, закрыли. Выживает все. Смертей нет. Аркварден при этом 15 крипов имеет. У Пангольера 15. Тайд прям вообще кайфует. Вообще. Пытается хикерить еще. Как-то змейкой там подхарасить лишний раз. Ну, Тайду все по барабану. Тайд фармит очень много. Тоже, опять-таки, бегает Никс по троечке. Смотрит, что там настакано. Ну, как, что с этим делать, непонятно. Надо будет обязательно туда поставить какой-нибудь глубокий вард. Чтобы, когда Тайд пошел все это дело фармить, Бэтрайдер и саппорты могли переместиться для того, чтобы помочь все это как бы проконтролировать. То есть, даже если соперник это будет, ну, большую часть этого зафармит, нужно, ну, его элементарно как-то наказать. Может, саппортов хотя бы убить. Ну, короче, что-то получить с этого. Либо икспы застили сейчас. Пытаются убить Андайинга. Очень жестко его прохарасили. Но за счет Солдрипа он остается в живых. Наверное, если бы Солдрипа не было, он бы... Там еще подальше бы отбежал. Ему еще бы просто сверху навесили. Так, Дэнди гангает Медузу здесь. Хороший ремнант. Отстану уворачивается. Есть заливочка по мане. Еще один Астралстеп и Киричич в таберне. Дэнди Мон душит. Патрайдер, соответственно, пока никого не гангает. Он просто фармит стаки. Не сказать, что тут стаков много. Тут прям большой кэмп по минимуму. Наверное, что-то в стакать пока не получится Айнкраду. Ну и давайте переземленный Творца. Да, Патрайдер первый, а теперь второй. Но все же Медузу убивает. Мы понимаем, что и Тейт Хантер будет здесь очень большой. Вопрос только, как он будет собираться. По итогу, как филд... На топе. Еле живой эндайинг. Пангольер умирает. И может и Шедоу Демон умереть. Вот это будет, конечно, поворот событий. Правда, у эндайинга мы видим, как все плохо. Ставится Спарк. Спарк полетел. Катапульты стреляет даже. Посмотрите, катапульта душит. И Ватсон делает даблкил. Убили Пангольера. Убили Шедоу Демона. Дабла на топе уничтожена. Ватсон живет. Ватсон тут еще какой-то бы фласка. Вот он сейчас рискует. Он сейчас рискует. Риск неоправданный абсолютно. Оставляет клона. Курьера нет. То есть он курьера не повез какой-то флаской. Но маны тоже нет. Решил пойти на базу. Потеряет много времени. Очень много времени. Он без ботинка. Ведь вы посмотрите. МС. Слишком маленький у Аркварда. 85. Как же он медленно бежит. Ну что делать. Икс-Ассасин все еще не может угомониться. Продолжает контролировать стаки. Подкоп какой-то прям. Какой-то подкоп. Очень ранний. Денди здесь. Не попадается под этот импейл. Счет становится. 1-6. Денди уже. 1 фраг и 1 оси скопилки. Видят стаки чужие. Все это зафармливают. Выпадает маска для Арка. Но пока Денди припрятал ее себе. А Медуза уже в лесу. Все. Против Тайда стоять. Ну не то, что там тяжело. Просто опасно. У него рэвидж появился. И есть всегда вероятность, что придет Войт Спирит. Нажмется рэвидж Тайдом. И Медузу убьют. Еще раз. Таги Тайд остается на этой линии 1. На центре какая-то атака. Тут такая массовая выходит. И Ватсон пришел. И Денди пришел. Все в миде. Интересно. А вот опеникс. Не то, чтобы просто какая-то атака. Просто на Шедоу Демона, наверное, какие-то стаки делал. Пришел в мид подкачаться. Медуза, понятное дело, фармит лесбит райдер, понятное дело, тоже сейчас пошел там забрать те стаки, которые были сделаны. Ну и что ж, не пропадать в миде пачки крипов. Поэтому Шедоу Демон тут пришел. И маленечко пофармил. Ну, разница, конечно, по крипам между Медузой и Аркварденом довольно существенная. Как там в Нетворсах. В Нетворсах примерно одинаково. Все, Аркварден собирается мидасик у нас приобретать. Что вполне логично. Дэнди там добивает Никса. Никс Ассасин, конечно, пока душит. Конечно, такой забавный у него вообще сейчас жизненная ситуация. То есть вот он играет на миде с паком Бейт. Там у него голосовые команды, озвученные им же. Бегает он по карте, ставит, рисует вот такие вот граффити, где он же изображен. Ну, короче, король доты просто. Король. Ну, это по факту, кстати. Король доты. На топе Дэнди уже. Помогает своей команде. Андайинг. Ну, наконец-то его добили. Дэнди опасно. Айнкрат пришел. Тут же ревейдж. И Батрайдер. Похоже, даже не успеет ничего нажать. Опасно. Ремнант установлен. Мимо Ремнант. Но Дэнди не ошибается. И здесь. И фраг делается на Шедоу Демоне. Минус два в размин на одного Андайинга. Добивает Батрайдера. Батрайдеру так вот очень опасно умирать. Мы понимаем, что его силы сейчас в большей степени это в каких-то убийствах. Ну, и в стаках там. Который уже успешно начинает Медузу фармить. Стаки, конечно, треугольники классно. Но Медуза улыбается. И говорит, что ну. И Ритычу тоже нужно их фармить. И преимущество 1000. Не так уж и много, да? Учитывая какой счет. А игра в целом смахивает на то, что мы видели час назад. Где, очевидно, бейты по счету ведут. Но и они экономически очень сильно давили. Здесь все-таки присутствует Медуза. Которая как-то более-менее держится. Тейтхантер по итогу первый. Закономерно. Закономерно. Очень много он на линии своей получал. Так. Дэнди в атаку. Видит Никс Ассасина. Никс Ассасин уже на кураже. Пятый фраг. Пятая смерть, точнее. Пятый фраг ударит своему оппоненту. Напомню, что на сайте GGBet вы можете застраховать свою ставку на этот матч. И до конца матча работает специальный код. Который прямо сейчас на экране. Используйте смело. Ждут бейты. Может быть какой-то телепорт мид. В итоге видим, где шадоу демон. В аккуратной позиции. Здесь его не подловите. Дэнди врывается. Приходит ремнант. Медуза попадает. Медуза. О! Медуза так-то без ресурсов. Посмотрите, маны ноль. Прощает в этом моменте. Благо некому врываться на эту медузу. Аркварден остается клоном. Клоном скорее немножко танкует урон, дабы катапульта постреляла несколько раз. Ну а Тайтхантер такой у нас будет. Мегатанк. Худ. Орстаф. Ну и там где-то должен блинк подкраться. Все же блинкдайгер нужен на Тайтхантере. Так или иначе. Опа. Ассасин здесь по центрикам пробежал. Но Дэнди в соло не рискнул нападать. Все-таки в формате один на один. Карапас и подкоп там. Глядишь, какой-то Бэтрайдер влетит и можно и умереть. Бэтрайдер влетает снизу. Много телепортов. Три. Три телепорта было использовано. В итоге телепорты отменяются. Атака на Никс Ассасина. Готовится шестая смерть. Побежал Андайинг. Иллюминейт. Но Никс Ассасин быстрый. Быстрый. Он еще и на лошадке прыгать может. В принципе, там галеры ремнантами много. Ну, в общем... Так, пока бейты по фрагам-то сильно лидируют, но... Преимущество всего лишь одна тысяча золота. Так, да, это долго продолжается. Это, конечно, плохая новость. Но, с другой стороны, слушай, вот Аркварден против Медузы. Не то, что там в формате один на один, а вот по игре на 40-минуте. Блин, одинаковый отворцы. Кто опаснее, я имею в виду? Кто вот реально? Или нет? Нельзя так сказать, что вот один герой прям сильнее будет. Можно сказать, что... Просто когда ты играешь вот против таких вот, ну... Специфических героев. Ну, хотя, наверное, против каждого героя можно так сказать. Что какой-то герой хороший против другого. Аркварден хорош против Медузы безусловно. Нельзя сказать, что он там, типа, в 10 тысяч раз сильнее, что там, ну... Прямо, откровенно говоря, сильнее. Тут подцепили бэтрайдером Мандайнга, убили, но это всего лишь пятерка. Просто, ну, Аркварден, он сильнее... Он удобен против Медузы, потому что... Магнетик фил, потому что ты сплетуешь. Медуза-герой медленный. Она любит, знаешь, в какой-то момент... Там подрезали опять Никса. Медуза любит в какой-то момент забрать, ну, типа, перефол. Во-первых, перефармить. Во-вторых, забрать Рошана. А потом идти просто и вот... Стоит такая толстая медуза и стреляет тебе на хайграунд. Вот. И ты ничего с этим сделать не можешь. Аркварден, он против этого геймплея. Мы имеем максимум инструментов. Во-первых, ты сплетуешь очень сильно. Это раз. Во-вторых, у тебя есть магнетик фил. Даже если медуза тебя там перефармила, даже если медуза вышла большая там с лайнингой и очень-очень быстро раскачалась, ты все равно там своим... Ну, как бы вот своими скилами, своим магнетик филдом, ты просто не даешь нормально вот забирать объективы, сражаться. А потом, когда ты уже сам что-то нафармишь, ты уже и в чистом поле с ней борешься. Так что, ну, неспроста Арквардена пикнули. Аркварден же... Если бы они пикнули какого-нибудь джаггернаута, тут уже как бы были бы вопросы. Ну да, джаггернаут, такой герой универсальный, и медуза тоже может побороть, и на линии он сильный. Но Аркварден это просто удобный герой для игры против медузы. Вот все. Это если развернут. Стаки эншентов фармит Аркварден. Нормально так прокачивается с молниями. Чувствует себя хорошо. Все ведет своим чередом, короче. Бейт фармит, не мига фармит. Всех все устраивает полностью. Только у Дэнди, мне кажется, неугомонный, который вечером, нехай вижу, как у него желание драться. Из 11 фрагов он сделал 7. Учитывая ассисты. И дофармливает Аганим. Форстаф у Тайда. Но дальше все же хочется блинк видеть. Хочется видеть блинк, хочется видеть возможности врыва на Батрайт. Там на Пангольера. То Firefly, то Rolling Thunder просто их взрывать на части вместе с Дэнди Моном. Это будет по-настоящему опасная комбинация. И легкая в исполнении. Киперов Залайт качается. Тоже приятно, когда у тебя такая четверка. На которой физически тяжело очень мало получать. По факту 3 нулика купил. Все. Делаешь стаки. Или не делаешь стаки. Просто иллюминает кидаешь в пачку крипов и фармишь. Саук от Немига. Кстати. Неожиданные смоки оказались. Они притом уже долго в нем. Какие тайминги у Ватсона? Вы посмотрите. Тут даже один громозавр остался. Но Ватсон здесь нет. Он все профармил. Пришли бы Немига сюда на 40 секунд раньше. Тут можно было просто... Ну как минимум можно было стаки подворовать. Да, это уже круто. Андайник выходит первым. Принимает его. Очень аккуратно. Дистанционно пинают. Ставится Тамба. Солриф. Телепорт уже от них. Сассиный телепорт отменяется. О, седьмая смерть. Седьмая смерть. И только один ассист в копилке. Из позитивного. У саппорта. Команда Немига. Это конечно уже много. Реально получается, что у команды Немига прям пятерка теряется. Ёб. Нет. Пятерка у бейтов. Смотрится симпатичнее. Ну и то, чтобы прям теряется. Своими скиллами Немига все равно полезен. Цепану. Ой, Дэнди, Дэнди. Жух, жух. На кого напали, парни? Ошиблись номером. Молодые щеглы. Пошли вон, Смида. Ну жестко, жестко. Мне казалось, что все. Там такой урон просто периодически мы видели от того же Батрайдера летел. Но не тут-то было. Дэнди, он плотный. Он даже стики не нажал. Понимаете? Урожий не вспотел. Хотел. Ну, шутки шутками. 3-12 счета. Преимущество уже меньше тысячи. Оно не увеличивается. Медуза впереди. Арквардена. Медуза фармит быстрее. Врыв на Батрайдера. Ремнанд. Дизрапшн тут же. Врывается. Ох, как выходит от Энди. Ну да, только похвалили. Тут ошибка грубейшая. Стоунгейз от Медузы. Откидывает Медуза всех прочь. Остается клон Арквардена. Новый спирит потеряли. И там взрыв происходит. В спину врывается. За Чоузен Ван убивает двух героев. Одновременно. Тайт Хантер даже не может нажать реведж. Ну, Соларинг там стики можно дать. Но уже в этом нет никакой необходимости. Тяжело ворваться. Но не знаю, чего Тайт Блинкдаггер продолжает игнорить. Мне кажется, это не самый крутой мув. Вот почему он решил Форст Афта купить? Чтобы Пангольера как-то спасать или что? Форст Афт тут... Ну, я понимаю, например, когда ты играешь против Найт Сталкера. Против Найт Сталкера Форст Афт крутой предмет. Он кастует Сайланс. Ты этим Форст Афтом из-под Сайланса выходишь. Там против Рикки вроде хорошо. Против Сларка хорошо. Уходит. Ну, не захотел Тайт Реведж просто кастовать. Хотя, на самом деле, можно было бы Бэтрайдер такой, как бы, жирненький. Ой, ну да, как бы Бэтрайдер жирненький, большой. Можно было бы на него Реведж потратить. Я не думаю просто, что сейчас ребята из Бейт как-то резко захотят пойти воевать. Типа, вот у них сейчас есть Реведж. Мы сейчас пойдем с этим Реведжем, пойдем драться. Ну, по крайней мере, вот под МИТа не выходят. МИТа не заберут. Вряд ли удастся сделать что-то еще, куда-то пойти. Хотя, кто знает, давай смотреть. Ну, обидно, что такой большой Тайт не так много может сейчас сделать. Да, казалось бы, с такой линией тут Тайт мог стать вообще центральной фигурой. И от него мы могли идти в себе, да. По итогу, ну, Тайт просто хорошо фармит. Но импакт пока реальный не наблюдается. Даже в отличие от того же Пангольера, который, ну, в прошлой драке смотрелся очень круто. Х-слейер, блинк. Тринадцатый уровень. Икс снова Виндетти. И опасно. Дэнди, подкоп есть. Но как-то, как-то все очень долго. Но Дэнди не реагирует, ничего не нажимает. И только сейчас, наконец-то, спрятался и Пангольер укатывается. Далеко. Далеко был Пангольер, чтобы так ворваться быстро. С этим моментом справляются. Двенадцать двести на Творс Медузы. Десять восемьсот на Творс Арквардена. Медуза в прошлой драке себя показала на пять баллов. Но Аркварден-то, как таковой, в драке не был. У него главная была задача не умереть в драке. Скорее так выглядело. Оставил клона, быстро убежал. Арквардену определенно нужно еще немало времени. Под немало времени, я вот так смотрю, минут пятнадцать. Покачаться. Дэнди просел по Недворсу. Семь четыреста. У Батрайдера девять шестьсот. И, казалось бы, прекрасный счет. Три-один шесть. Но очень мало фарма. Сто шестнадцать крипов, у Батрайдера сто семьдесят три. Хотя убийств намного меньше. Вот так вот это работает. Ну и фраги были дешевые. Это Никс Асасин. Он там по двести золота приносил, наверное. А рэвидж по-прежнему имеется. В общем, пока идет просто прокачка у нас. Какие-то вот, если удачные мувы. Если Батрайдеру удается оказаться в какой-то хорошей позиции, где он там цепляет героя, убивает, тогда уже не мига начинают там какую-то активную доту, да, проворачивать. У команды Бейт, у них вот, к сожалению, не получается пока найти... Ну, точнее, найти где-то возможность убить героя, потому что у них нет такой персонаж, как Батрайдер. У них нет такой персонаж, как какой-нибудь Клокверк. Кентавр с Даггером, Акс с Даггером. У них есть Тайд. Тайд с Форсстафом. Это, во-первых. Во-вторых, рэвидж Тайда, он имеет такое стратегическое значение. Как только ты ворвался и потратил его, то, как бы, не убив оппонента, не убив какого-то большого героя, там, то есть, Пангольера, Батрайдера или Медузу, ты очень-очень сильно рискуешь, что соперник, как бы, начнет тебя давить очень сильно по карте. Спрятался здесь Тайд, но его нашли. Ну, ему надо терпеть. Команда бежит. Может быть, рэвидж уже поспешит дать. Худ-худ-худ нажать-худ нажать. Ну, надо же было раньше. Ой, плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Очень плохо. И Дэнди еще встревает. Дэнди врывается, Медуза. Ману выжить не получается. Ой, что такое Дэнди? Все очень криво. Сейчас как-то просто убежать всем, но там Никс. Никс порвался, контратака, Ремнант. На Никса, кстати, она попадает. Есть Лассо. Арквардена бьют. Арквардена больно. Арквардена убили. Патрайдер при этом выживает. Медуза остается без маны. Тайд пытается на телепорте просто отсюда уйти. Убить его не получится. Дэнди. Остается еще Астралстеп. Надо как-то грамотно упрыгать. Упрыгивает, но погоня за ним продолжится. Ох, Эллиминейт. И там еще стоит Ремнант, который позволяет задержать Пангольера ненадолго. Ремнант еще один откатывается. Дэнди, Астралстеп, все в кулдауне. Нужна помощь. Солриф, Дизрапсу закрыли. Его Эллиминейт еще один полетел. Ну и все же Дэнди умирает. Как все криво, Бейт. Как все криво. Ну и время в никуда. Вот с этого все началось. С этого отвратного реведжа. Худ, который куплен, но не активируется. Да, это... Проще уж было отдать этого Тайды несчастным. Не тратить этот реведж и бог с ним. Напали на него и напали. Закончилось по итогу... Не, ну по итогу что? Бэтрайдера по КБ потратил? Поменяли Арквардена на Бэтрайдера. Типа Коров с другой стороны. Но вот правда Котлас сейчас убит. Что тут Котл делает? Делал вообще вопрос. Один. А глупо. Что он драку что ли выиграл? Что он тут вообще делал-то? Я не понял. Король. Король. Ну молодец был. Ловко он. Ну ждем Аркварден. Качаемся дальше. Кач продолжается Аркварден пока. Но как только в контактной битве он оказывается. А тут конечно подвести его в контактную битву и Никс может. И Бэтрайдер, и Пангальер ворваться вплотную может. Тут столько героев. Надо где-то прям дистанцию держать километровую. Иначе конец. Тэнди беден. Он вообще не получает деньги. Ему надо фармить и хоть немножко начать. Прям какой-то провал. Он пока за счет того, что у него просто герой сильный. И способности сильные тащит. Но скоро это закончится. Халява. Может быть Блэкингар какой-то надо следующим предметом брать. Чтобы просто того же Бэтрайдера Файрфлайтом на палме ты страдаешь сильно. Никс Ассасин душит. Пангальер естественно все опаснее становится. Тайт. Выходит. Аркварден тут бегает. Рэвэйдж 2 секунды. Рэвэйдж есть. Пошел Пангальер в бой. Андайинг в глиммере. Рэвэйдж не нажимается. Никс Ассасин вышел вперед. Непонятно. Никс Ассасина пока убили. В размен на Андайинга. Неплохо. Учитывая что Бэтрайдера дают БКБ. Может быть даже момент ворваться. Жалко что нет Блингдайгера чтобы ворваться. Жаль. 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 Дэнди ворвался один. Андайинг выкупается. Как-то все пока очень непонятно. Рэвэйдж все еще не жмется. Каш на Медузу. Медуза не кричит. Получает Сайланс. Манта остается. Манта нажимается. Лассо. Тут же Виловис. Виловис спасет ли этого Этспирита. Дэнди. Прыгает вперед. Дэнди прыгает вперед а не назад. Виловис еще раз дает пространство для Дэнди пожить. Дэнди в Глимеркейпе. Но все же умирает. Все же умирает Эндимон. Медуза фуллмана. ХП много. Драться можно без проблем. Минус два. Вразмен на одного героя. Два байбека мы увидели. С одной и с другой стороны по одному. На пятерочках. Жиденько, жиденько пока у бейт. Пока не идет. Конкретно вот после того тимпайта, когда они отдали Войт Спирита, там уже драка не очень хорошо пошла. Следующая драка провальная. Эта драка тоже в принципе провальная, потому что по ее результатам забирают Рошана у нас, ребята, из Немига. Это первый Рошана Игис для кого? Для Медузы? Для Медузы. 21 левел. Ну вот, смотрим теперь теорию. Насколько Медуза хороша против Арквардена. Вот, Медуза нафармила. Аркварден не такой здоровый. И теперь надо будет как-то пытаться... Ну хотя тут еще хайграунд, конечно, дефать не приходится. Карта не отдана полностью. Попытка напасть на Бата. Бат жмет БКБ. Нет реведжа. Можно поосторожней быть. Плохо ворвался Дэнди. Это второй доминатор у Тейтхантера. Так все странно как-то собирается. Не знаю. Второй доминатор. Нет, ну он купил Владмирс. Ну да. Владмирс хорошая тема. А за каким чертом ему второй доминатор, я не знаю. Я помню, он играл с Клингзом в команде. Брал себе второй доминатор, чтобы переманивать маленького крипа. Он брал маленького крипа, потому что Эншент Клингс есть не может. Направлял на самого Клингза. И как бы два слота в одном у него получалось. Но неужели тут какая-то шива для прочей плотности или... Я не знаю, что он... Ну возьмет крипа какого-то на ауру. Какой-то странный, да. То есть этим крипом уже никого не удивишь. Медуза этого крипа она просто не ощутит. Она будет бить и сплитшотом его убьет. Надо дефать ХГ сейчас. Жмется глиф радиантами. Аркварден далеко почему-то. Магнетик филд никто не кастует. Вышка уже наполовину раздушена. Ну да, то есть вышку могли засейбить намного раньше. Одним Аркварденом. Немножко растерялись. Бейты. Последние минут пять. Как ты говоришь, после той драки. Все пошло не по плану. Немига нажимают смоук. Медуза, Аегис, Кадди, Кристалис, Манта, Дрэгон Лэнс. Денег много. Аркварден играет грязно. Да, да, да. Надо сейчас вот так вот играть. Крипов съедать по Миду. Не давать по линиям вообще комфортно подходить. Опа. Кого тут нашли? Тайт Хантер нашли. Ну вот в Форстап деле, кстати. Жалко, что Дэнди решил как-то поддержать. Дэнди ошибается. Очень грубо оживается. Медуза нажимает стонгейст. На всякий случай непонятно было, вступится ли тут за Дэнди. Выходит ли там Дэнди вообще один? Или он с кем-то? И Сильверайт уже к Медузе подъезжает. У Тайт Хантера еще большую проблему. Теперь его будут убивать быстро. Форстапы никакие не спасут. Минус-то два. Немига очень уверенно идут. Готовы они эту карту закрывать. Все герои хоровых позиций. Да и саппорты. Даже Никс Ассасин. Оказалось, что и без денег Никс Ассасин пользы делает. Достаточно для победы. Shadow Demon. Блингдайгер. Диск. Линза. Очень богатая СД. Keeper of the Light. Но тут наполеоновские планы. Хекс купить. До него, конечно, далеко. Ой, как далеко. Ну, за счет Арквардена мы понимаем, как игра может играться. По какому сценарию? Аркварден постоянно будет толкать линии. Бесконечно это делать. А на хай-граунд он не пускает. А на хай-граунд он не пускает. А на хай-граунд он не пускает. Да. Поэтому, да, надо как-то пытаться ловить игроков за хай-граундом. Вот, Киритич купил себе Silver Edge, да, против Тайда. Лассо, удар Сильвера. Кракеншелл не сбрасывается. И все, и похороны. Тайда можно убить очень быстро. Кипер в зелайт снизу. Под Вардом. Убил убить. Что он делает? Пытаются Никс Асасина убить через клона Арквардена. Так я кипер в зелайт. Понял, что он здесь... Не один. Не один. Опа, атака на Батрайдера. Дэнди. Дэнди видно, Батрайдер улетает. Даже БКБ не будь же. Изим. Ого, напал. В соло. Дэнди. А че уметь? Вот это урон. Вот это урон, а? С ума сойти. Соло фраг. Киритич заходит по Т4. Он с друзьями. А как против Арквардена играть? Только так. Только так играть. Идти по Т4 искать настоящего. Убили Арквардена, байбэка у него нет. Минус Аркварден. Не чем просто ответить. Коттл умер. Войт Спирит умер. Аркварден теперь тоже умер. Не, ну это была игра Тайда. Честно говоря, это реально была игра Тайда, который просто свой Night Wars никак не реализовал вообще. Вот мы смотрим как бы на КДА, да, и у Тайда 3.05. То есть, ну, типа, какие вообще претензии к нему? Типа, ноль смертей, три фрага, ассисты есть, все в порядке. Но вот где-то что-то реведжи... реведжев его мы не видели вообще в этой игре. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Да. Ни одного реведжа не дал. Блиндайгера нет. То есть, какой-то Блиндайгер, врываться на бодрайдера, там, вплотную убивать, ну, как-то мне вот так... Ну, хотя бы саппортов даже, вот там, не к Саши Дудемнову, бить за реведж это уже хорошо. А если ты не врываешься, то саппорты эти стоят на... Как бы, в таком умеренном расстоянии, и ты к ним просто подойти не можешь нормально. Ну, как бы, реведжем в них попасть тяжело. Непорядно, что делать. Просто огромная медуза. Мы уже такое в начале нашего игрового дня видели. Медуза просто ломает, ломает. Это как раз-таки были юники. И, по сути, ты ничего не можешь делать. Ну, вообще, не мига-то даже одной стороны по итогу не поломали. Хотя напали суперкруто, да, и... Все сделали мега хорошо. Атака на медузу. Давайте смотреть. Ну, Дэнди балуется. Заставляет нажать ульт. Правда, ТСА тут рискует очень сильно. Так, хорошо. Ого, медуза прыгнула вперед. Удар сильвера рейджа по тайду. Тайд. Под кружом. Прорывается. За что, узен ван, реведж пошел. Ну, снова реведж просто... Это его хоть спасет вообще. Под Т4 драка идет. Под Т4 идет драка. Вот вы видите. Классно. Что-то как-то на магнетик филд подплевать. Арквард на скинь. Он там что-то спамит им, пытается. Но не мига, они просто летят вперед. Вот тупо летят. И они заходят в этот магнетик филд и бьют сквозь него элементарно. Опа. Хорошо играет. Настоящего есть форстаф. Тот самый Веловисп на Медузу. Под Т4. Медуза. Танкует урона много. Может быть получится убить. Манта стайл. Сильверайджа Медуза. Еще один у Веловисп еще несколько орехов. И Медузу добили. Ага. Ага. Ну там байбеков, конечно, понажимали парня от души. Котл сгорел. Не знаю. Вот какая-то... Непонятная для меня ситуация. А Лотос, чего никто не купил. Вот где Лотос-то хоть один? Котл супер богатый. За каким бесом тебе Агоним нужен? Вот так рано. Ну, ладно. Агоним на Котле хороший предмет. Хорошо. Но ты же понимаешь, что ты играешь против Бэтрайдера. Против Бэтрайдера. Бэтрайдер это герой, который... Ну ты видел, что произошло. То есть он просто кинул, там, типа накидал масло с большого рейнджа, кинул гранату. Котл тупо сгорел. Он до базы не добежал. Потому что нет Лотоса. Лотос тут неплохо смотрится. Он и Бэтрайдера подкантривает, и Лосо его подкантривает. И, ну, Никса там не то, чтобы сказать прям кантрит, но уж Тайду точно можно было бы Лотос любить. Вместо вот этого Доминатора большого можно было... А он вообще крипов-то берет больших или он понял, что не стохает? Ну, вот 10 секунд у него КД, я не знаю, я не видел. Может, ему не стоит их вообще хватать? И так смотрю. То, что он видит уже по 200 гол, просто ну... Ну, вон там бежит большой вот этот Хелбер Смэшер, блин, здоровый. Класс. Или куда он бежит? Что он вообще... Что это? Это Доминаторский крип, но он скаутит. Да, да, да. Вон он клэпает. Пацаны, кому 200 голды надо? Мне, мне, кричит Пангалер, мне! Оп, плюс 200. Ну на тебе 200 голды, Пангалер. Спасибо. А это байт! Это байт гениально был, возможно, да иди врывается лассо. Help! Help! Гениальный байт, шо пипец. Врыв наклона Арквардена, покатились с экипера взялайтом. Пангалер тут распрыгался от души. Телепорт меняется. Это даже без Медузы, если что. То есть Медуза вот только-только застает, только-только пришла файт. Пацаны, кого убить, пацаны уже разобрались. Тайт это мем. Ты тоже, вот видишь, покупка глипнера. Глипнера вот этого вот у Арквардена. Зачем вообще покупать такой артефакт, как глипнер? Он покупается тогда, когда ты испытываешь недостаток в контроле в своей команде. Вот клингза — это один из топовых предметов наравне с Скадидой, Даосом, там, БКБшкой, да, вот такого вот рода артефактами. Но ты иногда вынужден купить тебе глипнер, потому что вот... Ну, если тайт реведжа не дает, что делать-то? Да, даже, да. Ну, или даже не то, что у тебя кто-то реведж не дает, а вот просто вот ты играешь, а ты керри клинкс, да? У тебя на миде какой-нибудь, ну, не знаю... Короче, у тебя на саппортах ни одного стана. На миде у тебя ни одного стана, и на харде у тебя там какой-нибудь Манки Кинг с палкой. Как бы все, вот все твои станы — это палка Манки Кинга. На саппортах у тебя там Феникс плюс, не знаю, Омни Найт, допустим, там, что-нибудь в этом духе, там. На харде Манки Кинг, и на миде там, ну, да, Эмбер, например. Да, просто солит. Да, волосо. Или не солит, нет, солит. Аркварден убивает, ну, кстати, и сам выживает при этом. Вообще, это конечное должно быть. Это, конечно, конечно. Аркварден нет в 70 секунд. Так вот, вот у тебя нет ни одного стана, и ты покупаешь себе этот клипнер, потому что ты не можешь просто дамажить. Вот без этого контроля. Ни на арквардене, ни на клинксе тебе тяжело без клипнера играть. Ну, тут-то у тебя есть тайт с реведжем. Скажи, мужик, купи даггер. Так, я не буду покупать этот бесполезный клипнер. Куплю себе, не знаю, Daedalus еще. Там, МКБ пораньше куплю. Не знаю, странная игра, откровенно говоря. И именно, понимаешь, она странная даже не в том плане, что... То есть, игроки-то вроде играют неплохо. То есть, вроде все нормально. Но такой странный выбор артефактов я... Со стороны, конечно, всегда легче судить. Вот я могу сказать, что порой самостоятельно, когда вот садишься, например, играть в Dota, вот там, например, какого-то героя пикаешь, на котором у тебя не то чтобы там большой опыт игры, ну или там просто там сколько ты там игр сыграл, и ты такой, блин, а что вообще покупать? Вот просто вот. И чего-то там напокупал, а потом игру проиграешь и думаешь, блин, какого же я говна напокупал. Просто, откровенно говоря, вот, что, типа, если бы я купил вот это, вот это, вот это, вот это, было бы, типа, намного проще. И мне кажется, что здесь примерно такая же ситуация. Тоже вот сейчас смотрят парни из Bait на свои билды и думают, блин, какой же чушью мы набрали. Ну вот как-то так. Получается, будет третья карта. Будет третья карта. Да, 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 равные команды, но Bait здесь... Хотя, как все начиналось, мы помним, столько фрагов, опять разгромный счет, Дэнди летает по всей карте, а мы видим, а Нетворса нет. В итоге Нетворса у Дэнди в конце 10 тысяч ровно, у Батрайдера 24 тысячи. И мы видели, что этот разнос, он начался там с минуты, наверное, где-то 15. И Батрайдер просто фармил и делал это эффективнее. Мы ждем третью карту, мы уходим на паузу, ну и минутах 15, как всегда, ждем драфта. Продолжение следует...